привет друзья сегодня у нас понедельник и планирую может быть такой сниму недельный вложек у нас есть причина почему мы это делаем не обращайте внимание на мой голос немножко ларингет так детки пришли сейчас со школы у нас сегодня кстати васи какое число фини 17 или 19 я даже помню что габи сейчас я покажу слышите габи кричит покажите нас покажи нашу мы на камере здесь сидим я им сейчас вот сделаю маленький поп-корн со школы в маленькие мисочки ой у нас очень большая неделя на этой неделе у нас два огромных события будет происходить папку скажите привет всем привет привет у нас большая-большая неделя будет вот так что они сейчас вам расскажу привет друзья еще раз голосок извините ларингит и потом присела все вообще этот кашель короче в общем такая осенняя хандра наступила и немножко осела на моем на мои носоглотки значит а сегодня у нас понедельник я думаю сделать такой недельный влог этому есть две причины во первых конечно вижу эта камера уже бедно разваливается этой камере м сейчас точно скажу сколько лет там не костя купил когда мы ехали в германию был осень 2009 10 лет этой камере она уже просто развалится снимает конечно все шикарно она все классно и до сих пор сколько лет прошло я не пользуюсь всеми функциями этой камеры но тем не менее конечно вот здесь вот этот экранчик который открывая чтобы самой на себя смотреть и видеть что я снимаю он уже все тут все разваливается и трещит по шпам конечно не такие телефоны что на них можно снимать но проблема которую я заметила с телефонами когда ты смотришь телефонную съемку в телефоне она достаточно классная то есть там нету там достаточно что так стабилизировано нету никакой размытости достаточно высокое качество как только я вывожу это видео через компьютер до поднимаю в youtube она выглядит во первых ужасно все трясется и немножко такая размытая картинка нету четкости то есть если вы на телефоне мое видео смотрите его еще можно смотреть на телевизоре или в экране компьютера просто если честно у меня самая голова иногда болит и помимо этого сейчас убрали почему-то в ютюбе не знаю если вы знаете была настройка можно было стабилизировать видео и она немножко стабилизировала там то есть где-то она плыло но она была в основном стабильность так стабильно можно было поставить и я с этим снимала несколько у меня было таких видео из последних там где я думала что этот стабилизатор вставлю и он мне все сделает как положено и я смотрю а там уже нету там можно сейчас размывку лиц сделать каких-то предметов а вот эту вот стабилизацию картинки нельзя сделать если вы знаете кстати прокомментируйте мне это видео сейчас я вам расскажу какие же две большие причины заставили меня подумать о том что пришло время может сделать недельный вложек такой от дня ко дню конечно помимо того что у нас есть декабрьский рождественский декабрь вы знаете хорошая традиция там где стараюсь каждый день выпускать видео или по крайней мере раз в два дня что мы вместе с вами готовились к дому году но почему-то я решила нас в рождественский декабрь помимо этого месяца я решила эту неделю посвятить ежедневным влогом так вот сейчас расскажу в нашей очереди габуля я костик но и подходит время идоши значит кто из вас помнит у него он у нас последний идет в очереди и у него 22 ноября 22 ноября в этот четверг моему малышу исполняется 10 лет представляете 10 лет но невероятная дата по-моему просто невероятно я не верю вчера он только родился только вчера еще не знали так сказать вообще с какой стороны к нему поступить подступиться уже 10 лет мальчику и он уже меня почти догоняет ростом представляете как вот как все быстро меняется немножко темно пришла возле рака когда я сижу просто спустилась в бейсменте мне нужно было здесь кое-что сделать маленькая вам такая зарисовочка из моей студии а значит самая главная новость о которой даже вы не догадываетесь потому что естественно ну в связи со всеми событиями происходящими в последнее время с моим здоровьем и в жизни все так быстро меняется не успела сказать хотя новость эту я уже знаю давно в пятницу прилетает моя мама 23 ноября да 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 23 ноября 2018 года то есть в пятницу день после дожкиного дня рождения прилетает мама так что ждите видео кто смотрит мои меня из-за моей мамы вот хорошая новость мама прилетает и у нас планируется тоже интересные видео с рецептами с рассказами о жизни с беседами как мы с ней все это любим дело делать так что ровно год назад мы виделись я ездила летала в израиль теперь она летит летит на два месяца срок большой так что думаю многое успеем если у вас есть вопросы запросы пишите комментируйте короче конечно как сказать большая большая для меня эта радость нужно приготовить конечно же освободить в нашем небольшом жизненном пространстве то есть наоборот в нашем большом жизненном пространстве небольшое пространство для мамы потому что все таки два месяца нужно организовать человеку, чтобы удобным был её быт, её проживание, так сказать, accommodation её, сделать её accommodation удобной. Мы ей выделяем, раньше она спала в бейсменте, в бейсменте теперь уже, к счастью, к сожалению, не совсем место подходящее для принятия гостей, таких как мама. То есть, Габуля спит сейчас у нас, а мы будем спать в Габиной комнате. У мамы там будет своя душевая, свой сауноузел, там и шкаф удобно расположен для её вещей, будет. Так что, такой план. Так что, будем с вами вместе эту неделю подготавливаться. Помимо этого, у меня есть моя небольшая работа, мои клиенты, которые я обслуживаю, нужно готовить пространство, которым тоже я буду показывать и какие-то небольшие блюда, которые я буду готовить к маминому приезду. Начну я сегодня не с того, что я буду прям что-то показывать конкретное, что касается подготовки. Сегодня мне нужно приготовить просто ужин. Соп и сделать типа дегельтефиш, ну, типа такие котлетки, пару штучек на ужин. Вот, просто, как бы, скажем так, ежедневный влог, да? Поэтому побудете со мной, потом нужно будет бельё постирать. Вот такое, в общем. Проведём с вами вместе немножечко вот этот наш послеобеденный день. Поехали! Ой, когда, боже мой, болеешь, вот это состояние, вот это вот межсезонье. Когда насморк, не насморк, кашляй, не кашляй. Болит уже всё от кашля. Вся посуда, которая у меня есть, сковородки, кастрюли и кастрюльки, всё это опустошилось за выходные. И, получается, сегодня понедельник, и просто еда есть, естественно, там в морозилке какое-то мясо замороченное, картошка, есть овощи, но готового нет ничего. Вот я этот момент не очень люблю, когда наступает, потому что нужно готовить сразу и всё, потому что нету ничего. Ну, или хотя бы что-то, чтобы уже что-то было покормить на ужин людей. Людей, проживающих в этой семье. Я начну с того, что я сначала подготовлю все кастрюли, потому что вот они у меня, вот я вам всё покажу. Кастрюли, что вы видите, здесь там три штучки, да, и сковорода. Это всё нужно помыть. Я стараюсь мыть кастрюли и сковородки обычно вручную, потому что у нас еда, мы едим нежирную еду, то есть там нету каких-то тяжёлых жиров или каких-то, которых мне не хочется мыть, и поэтому их надо ставить в посудомылку. Обычно всё такое лайт, очень всё нежирное, всё на воде, всё тушёное, поэтому, когда кастрюля пустая, достаточно просто её помыть под краном, проточной водой, да, немножечко моющего средства. Хочу вам сказать, что мои две любимые сковородки, вот эта маленькая, такая же большая, фирма Рок, которая мне дарила на день рождения два года назад, одну я уже выбросила, к сожалению, она в мусорке, да, вот она лежит, та, которая была побольше, она в мусорке, она стала очень пригорать, на ней всё стало. То есть эти сковородки Рок, они шикарные, мне нравится тем, что их можно и в духовке, и как бы жарить, и в духовку их полностью ставить, я очень много в них пекла всяких таких запеканок с наполнителями, они не пригорают, и там не нужно масло, в общем, всё супер, но два года, и она себя как бы отработала. И я хочу купить себе ещё обязательно такие же, потому что все эти тефлоновые, тефалевые, керамические, шмарамические, они все хорошие, пока они новые, пока ты не пожарил на них один раз. Какими бы лопатками ты не пользовался, как бы аккуратно ты уже не обращался, и по каким бы инструкциям ты не действовал, эти сковородки очень короткую жизнь имеют, и всё-таки их нужно менять. Поэтому неважно, насколько качественную сковородку вы покупаете, вы должны быть готовы к тому, что её придётся достаточно скоро менять. Ну и, конечно, если вы переживаете за своё здоровье и качество еды, которую вы готовите. Вот. Поэтому сейчас я помою сковородки, кастрюли, всё, что здесь накопилось, и вернусь к вам, покажу, что мы будем делать дальше сегодня. Сообщаю, как продвигаются наши дела. Кастрюли все помыты, а сейчас я поставила жидкость для супа. Будет у меня небольшой кусочек копчёной курицы. Я долго думала, что делать. Решила сделать гороховый суп. Это остатки копчёной курицы, то есть там одни косточки, шкурка, ещё что-то, да. То есть это будет как бы основа бульона, то, что будет пахнуть, может, немножко каким-то таким полукопчёненьким, полубарбекюшным. Приготовлю пока горох. Ну, конечно, не вся пачка, уйдёт только какое-то количество, но, скажем, может быть, стакан. Буду стрелять по густоте, потому что, в общем-то, горох, который продаётся в магазинах, достаточно молодой, варится быстро, его не нужно замачивать заранее там как-то. просто он будет вариться в супе, потом идёт картофель туда, морковочка, ну, я не знаю, кто из вас что делает, я зажарки не использую. Во-первых, у меня будет бульон, во-вторых, я использую вот мой вот этот вот криспи фрай аниан, вы знаете, кто меня уже смотрит давно, это уже приправа жареного лука, она вполне себе таки заменяет зажарку. потом я буду делать дегильты фиш, но это примерно на этот момент то, что я буду делать, дегильты фиш я буду делать, вот у меня размораживаются филеечки, кто-то полок у нас, аляскам полок филе, как моя сотрудница говорила, рыба-говно, нет, она говорила, извините, рыба-барахло, ну такая барахольная рыба, но она лучшая в дешевом сегменте, то есть это не какая-то там баса вот эта, которая есть бас-рыба, тилапи, шмелапи, то есть вот этот полок самое менее, короче, самое лучшее среди худших, среди дешевого барахла, самое лучшее барахло, я ее половину брала на жарку, но, если честно, полная Г, не рекомендую, она вкусна для тушения, в томате обалденно получается, вот рыбу по-мароккански я делала, как мы в Израиле готовим, очень вкусно из нее, вот, вот эта упаковка, у нас в ней кило 320 грамм, ну, сейчас уже половина, стоила мне 12 долларов в магазине, замороженная, вот, это хорошая цена, рыба, в принципе, дорогая, я когда ехала в Израиль, когда ехала из Израиля в Канаду, было такое наивное, думала, что продукты 2 копейки здесь стоят, продукты, на самом деле, в Канаде очень дорогие, рыба, я думала, тут же океаны вокруг, столько рек, столько озер, рыба должна быть, наверное, по 3 копейки, вообще, уже этого селмона объемся, да, вот этого вот, красной рыбы, да, красная рыба вообще неподступная, цена, я не знаю, конечно, можно купить, но это реально дорого покупать на ежедневной основе, то есть мы можем там купить на какие-то себе праздники, какие-то там, да, если мы отмечаем, ну, такие какие-то события, так, чтобы в ежедневном пище у нас была рыба, нет, ну, красная рыба, так рыбу такую, барахольную, конечно, можно покупать, просто редко этим рыбу, на самом деле, мы не любители, и захотелось, просто захотелось, поэтому я взяла, так что сейчас я это все скручу, скорее всего, вам покажу уже конечный результат, что, смотрите, как я готовлю, как я режу, как я пиляю, вы это все знаете сами, поэтому ускорим процесс, покажем вам, вот здесь я говорю, а вот здесь уже блюдо, у меня пока происходит процесс приготовления, с одного глаза течет, потому что лук был, ой, режу сейчас картофель, так, бульон уже наварился у меня, сейчас пойдет горошек, пойдет морковочка, пойдет картошечка, вот сейчас я ее как раз нарезаю, котлетки уже здесь рыбные тушатся, вот, не знаю, что там за котлетки получатся, там больше шарики, я в них еще немножко добавила, я же не могу без импровизации, я помимо нужных обычных булочек и лука с яйцом добавила сырым яйцом, еще туда немножко цукини у меня был, один я смешала, смешала тоже, измельчила на блендере, так, все вот эти вот цукининки отлепились и сделали кашу немножко вокруг этих котлеток, ну и тушится это все в морковно-свекольном соусе с водой, если так можно сказать, не соус, подливочки, короче, это там тушится, что-то с этого да получится, вроде пока они держатся вместе, эти котлетки, вместе, да, здесь у меня бульончик готов, вот, получилось сегодня комментарий на канал под одним из моих старых видео на покупки в Костка, пишет мне молодой человек, ну я не знаю, что это девушка, но не к ней такой мужской, что вы нам показываете, что вы едите, вы думаете, это кому-то интересно, это не интересно, мы что, дикари, у нас все есть, вы нам лучше цены показываете, вот, ну на что я, конечно, ему ответила, что никогда в жизни не думала о ком-то, что кто-то дикарь, потому что в нашем мире есть у всех и все, и все можно увидеть и купить, естественно, цены как раз это та цель моих видео, которые я и показываю, цены, если извините, вы просто залетели на канал, посмотрите другие видео с плейлиста от Костка, но Фрила, там есть и цены, все показано и рассказано, написала, может вам и не интересно, а другим интересно, вот, кстати, к разговору об этом могу сказать, что, например, я сама люблю посмотреть в Финляндии, это Мария, как ее Мария, уже правда давно не смотрела, в Финляндии, в Италии, ребята, в Америке, я люблю смотреть, что люди берут, не важно, что у меня тоже, во-первых, возможно, у меня это есть в магазинах, я это не брала, могу взять попробовать, во-вторых, интересно посмотреть, сколько это стоит в других странах, как-то сравнить, то есть люди какие-то, знаете, пишут иногда, ну, я к разным комментариям привыкшая, меня обидеть тяжело или там как-то задеть, но просто такая иногда какая-то тупость, люди это высказывают, и просто думаешь, боже мой, ну, лучше сиди уже и молчи, да, чем такое говорить, не позорься на себя, не равняй других по себе, да, вот это самое важное, но я просто прям как-то не знаю, так было смешно, вы что думаете, мы дикари? Да нет, вообще-то, а что, обычным людям не интересно, что другие люди покупают в свой рацион, не знаю, пол пачечки ушло у меня, гороха, шесть маленьких, очень маленьких картофелин, так, подмешаем, подмешаем, закроем, пока натрем морковь, вот, значит, что из последнего происходящего, могу вам сказать, что очень долго я пыталась посмотреть мажор, я мажора не видела, когда он вышел, там первый каком, там в 14 году вышел, или когда, да что это у меня торчит, очень долго пыталась себя заставить, мама говорит, посмотри, 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 очень интересно, я раза 4 начинала его смотреть, первую серию, и так мне было неинтересно, я вот прям не могла никак понять, как заставить себя смотреть, то есть думаю, ну надо, наверное, дойти до какого-то момента, чтобы, ну, зацепило тебя, да, то есть часто в фильмах бывает этот момент, когда тебя должно зацепить, ждала я этого момента, ждала, ждала, короче, дождалась, потому что он мне сначала показался настолько каким-то несерьезным, что ли, сериалом, каким-то дешевым, наигранным, хотя вот, это среда, да, киностудия, и режиссер, конечно, цекала, должно все совпасть, все должно быть хорошо, ну, в общем, короче, я себя заставила, а потом не могла остановиться, и я на одном дыхании буквально за неделю, вот первый сезон, второй сезон, сейчас мама сказала, вышел третий, конечно, его еще тяжело найти там в ютубе, в интернете, я уверена, что можно, но я как бы не занимаюсь такими активными поисками, поэтому, конечно, я влюбилась и в, безусловно, в главного героя, и, естественно, какие-то сразу стали выходать рекомендации в ютубе, что можно посмотреть с ним, наткнулась на прекрасный блог, тоже влог в ютубе, его жена и супруга тоже его ведет свой лайв-блог, очень просто, интересно, активно, и, конечно, абсолютно интересно видеть актеров, какие они в жизни, абсолютно совсем другие, потому что кажется, что такой же актер, он такой же должен быть и в жизни, такой же мажор, вот, так что, не то, чтобы я присела на ее влог, но так несколько видосиков посмотрела, не кипеть, я сказала, все должно томиться, я люблю, когда еда томится долго, мне все говорят, Инна, тебе нужна эта кастрюля, вот этот крок-пот, купи уже у всех есть, есть у всех, кто умеет, и у всех, кто не умеет готовить, уже есть крок-пот, а у тебя еще нет, я говорю, ну, ребята, все равно кто-то должен все нарезать туда, все должен приготовить, так я уже буду в обычной кастрюле готовить, криволос, вот это очень люблю такую еду, так я боюсь, что у меня здесь с котлетками, пока они себе тушатся, тушатся, пусть себе тушатся на маленьком огне, вот, мои дорогие, так что вот посмотрела мажора, хотела вам рассказать, сейчас вот, так сказать, по доброй традиции, сказала, что, наверное, это хорошая, это среда, и посмотрела, уцекала, я даже не знала, что столько фильмов у него есть, значит, форца начала смотреть, но что-то как-то тоже немножко, аж смешно, так идеально как-то все снято, а пока что не зацепила, потом секретарша, что-то там тоже, как-то наивно, а, ну, вчера мы так с Костей вроде построили первую серию, дом фарфора или что-то такое, какой-то такой, но больше всего меня, конечно, затянуло, супер просто, я поняла, что это просто супер, надо смотреть, так что пока что с Гоголем, хочу посмотреть, я люблю фантастику, всякие фэнтези, на грани с ужасами, но ужасы я не люблю, я не смотрю ужасы, но такие, легкие какие-то, да, такие все-таки как фэнтези, фантастика, скайфай мувис, я обожаю, это как бы моя линия, так что вот это такие планы на ближайшее будущее, по поводу просмотров, так пойду еще картошку, на терочке натру, потом пойду заниматься, как все будет уже тушиться, все оставлено в самом маленьком огне, пойдем с Идошенькой заниматься, немножко музыкой, все габусе иди, хочу вам показать, я вот недавно купила, к маминому приезду, буду готовить, мой, роустед порк, я делаю, мне нужен был соус, пробит, закончился, я впервые купила, я давно на него смотрела, он продается просто в ноуфриле, в общем это соус, который завоевал, много всяких симпатий шефских, он с вкусом копченым уже, потому что у меня уже ликвид смок, который у меня был, закончился, запах просто обалденный, здесь и пахнет копченым, и барбекю соус, то есть два в одну, супер, вместительность, сколько здесь, литр, ровно литр, что это ходит, Габриэль, сейчас я сделаю, вместительность литр, стоимость 4 доллара, с копейкой, короче 5 долларов, но это стоит, он очень вкусный здесь, потому что и ликвид смок есть, да, Габриэль? Как вы можете видеть, варится уже красивейший, супец, мы его оставим, пусть он себе томится, а дальше, сейчас я вам покажу, немножечко, вот так, чтобы приблизить, нужную нам точку, котлеточки, посмотрите, сильно не видно, просто камера далеко стоит, ну вот такие котлетушки, неплохие, пусть они может по форме и не очень выглядят, но зато, я думаю, по вкусу будет то, что надо, сейчас идем с Идошкой, будем заниматься, вот да, показала вам, так что пошли наверх заниматься, не делай этого, ау, не делай этого, оно не делает, очень-очень из-за чего-то... thrimaster, возможно, они не подогнал их сами, тут мякер, у него out' не одна, ведь он и 그녀도 имеет, Продолжение следует... 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 И до завтра Пока Пока